смотрите это то что я вам хотел показать наш сайт на нем во первых мы выкладываем новости там где мы проводили тренинги и так далее не все конечно но по крайней мере те про которые заказчик принципиально не говорит типа не рассказывайте никому что мы у вас заказывали тренинг и так далее ну просто бывает такое где-нибудь в реально в производстве когда люди хотят обогнать конкурентов там заказывают тренинг покуда они не хотят чтобы конкуренты знали что они начали там разрабатывать уже программу на гпу ни один раз с этим сталкивался вплоть до того что приходится подписывать индей там что не говорить где я был куда я там ездил и так далее но в общем такие вещи вы на сайте не найдете остальное можете все тут смотреть нет я нет на немецком это пока только сайт доступен я немецкий доучиваю где нибудь может следующем году уже буду на немецком тоже вести так пока на английском так во первых вот кстати программа тренинга по гпу кому интересно по нейросетям конкретно и ну тут можете просто посмотреть всякие новости всякие различные интересные вещи которые используются у нас так сейчас мы его найдем тут кстати вот как собрать open mp4.0 с клэнгом и с лвм работающий на куда об нету сейчас так где-то здесь вот как раз то что я хотел показать по трасту и если кому-то потребуется там самом конце еще есть как установить драйвер куда немножко назад вот как установить драйвер куда и при этом оставить скажем так куда работающий на гпу а вычисления там графические ваши там рабочий стол и так далее оставить на встроенной видеокарте если у вас например ноутбук или процессор такое требуется но если вы хотите там результаты чтобы у вас были но имеют время исполнения например не менялась зависимости от нагрузки там на ваш рабочий стол и графику можете просто считать например свою графику на цепку а соответственно куда задача на гпу вот здесь вот можете почитать как это починить если вы уже поставили куду неправильно как это сделать если вы только собираетесь поставить куду вот вот здесь в винде да нет насколько я помню там можно вручную в этом в драйвере щелкнуть отображать этот графику через встроенный intel например а вообще винде я когда помню последний раз когда и настраивал я настраивал это вообще через bios я просто переключил всю графику на этот на встроенную видеокарту и воткнул туда конкретно монитор вот это что касается так это что касается драйвера и вот что касается траста у людей которые писали что-то на кузе точно случались проблему что они там что-то неправильно написали там экран черный ну в смысле у них дисплей был подключен какой-то ошибка там что-то зависало там все за что выражение полностью ломалось но и приходилось на применять долгие и мучительные процедуры восстановления это в какой системе я думаю есть такая проблема когда ставите драйвер как раз вот этот куда на linux такая проблема есть если вы поставите вместе с ним open g l библиотеки вот для чего собственно и нужно если вы open g l библиотеки ставите у вас может там полететь устройство вывода и тогда нужно будет восстанавливать через терминал это да я с этим сам сталкивался несколько раз в таком случае нужно как раз распаковать драйвер как там написано установить его ошибки на программе а вот таких не ну таких я не помню чтобы так было были немножко другие windows ошибки когда ну так просто если вспоминать когда windows аэро например выгружал задачу которая загружает видеокарту больше чем на 10 секунд он считал ее не отвечающей просто выключал вот но это со временем естественно пофиксили но такая проблема была то есть были официальные рекомендации отключите windows аэро этот десктоп работайте в обычном там классическом режиме как windows xp например так вот смотрите это как раз то самое куда фри куда малок как у нас в слайдах было в профайлере только здесь мы используем специальный хедер вот он написан этими самыми людьми которые делали траст и модифицирован вот кстати можете видеть михаил вахненко это мой брат он свое время проходил у меня сертификацию и ему пришлось это все делать тоже вот поэтому вот этот хедер вы можете просто взять его скачать подключить к своему коду и вот этот кастомный аллокатор использовала для того чтобы просто лишний раз не делать вот эти куда фри куда малок автоматически да просто такой менеджер который выделяет какую-то память а потом ее переиспользует так это что касается сайт да ну ну смотря в чем имеется ввиду можем ли мы передать девайс в девайс функцию его да вот как раз последний слайд был мы можем преобразовать траст взять указатель на контракт на контейнер вот на этот на элементы и просто подать куда-нибудь в куда функцию и там с ним работать как именно с вектором можно если написать вот функцию и туда передавать охот девайс вектор девайс функцию в нее передавать девайс вектор и с ним работать некоторые функции работают это я точно помню там некоторые но вот так чтобы полностью был портирован например вектор это нет этого не в опыне и сиси нет ни в трассе по моему нет технически просто это пошло от того что давным давно когда еще только начиналось куда этого не было но вообще-то new можно использовать насколько я знаю то есть там на девайсе да есть так называемый как сказать динамический параллелизм во первых мы его посмотрим есть динамическое выделение памяти на девайсе можно прям внутри девайса выделить какую-то область памяти и так далее но это естественно гораздо медленнее чем делать это с хоста вот а так это единственное ограничение если у вас какая-то там сложная длинная задача или там постоянная какая-то задача вы можете процессор свой там описать загрузить на видеокарте одну нить которая все про инициализирует а потом уже заниматься да 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 это все есть эксепшены в гп у коде сейчас не скажу давайте лучше посмотрим так ну да в каком-то урезанном виде есть но напрямую например взять траст девайс вектор насколько я помню с этим у нас была проблема то есть что-то мы использовали по моему все таки траст девайс вектор мы использовали на девайсе внутри до но нам приходилось переопределять вот эти все выделения памяти чтобы они не каждый раз перевыделяли и естественно каким-то более разумным образом и так далее так это была лекция по трассе теперь у нас две части по библиотекам и потом в конце у нас будет еще третье это как раз по библиотекам по библиотеке кудэнэн так первая часть сколько у нас там как раз полтора часа на нее это обзор библиотек для линейной алгебры то есть это кублас фактически это копия блац ну такой не копия аналог блац дальше envy блац кублас и ксти это все все для блац только разные уровни скажем так использование то есть либо полный аналог блац либо какая-то надстройка над ним которая работает с несколькими гпу либо какая-то надстройка еще выше которая скажем так автоматически подменяет ваши блац вызовы на гпу вызовы и соответственно потом мы еще посмотрим в этой же лекции qspars это библиотека для разреженных матриц для операций с разреженными матрицами там умножение на вектор и так далее и еще наверное пару библиотек я посмотрим как я их разделил но в любом случае во второй части там те которые здесь отсутствуют будут это всякие курантку fft envy граф и так далее так я уже вчера говорил и еще раз повторю зачем мы используем библиотеки это в первую очередь потому что не надо писать каждый раз код который уже за вас написан просто берете скачиваете это с сайта вставляете в свой код они все работают там по открытой лицензии можете ехать в коммерческий код вставлять хоть куда и запускать и так далее еще один из плюсов почему библиотеки они просто свой код потому что библиотеки обновляются потому что когда выходит новая архитектура nvidia свои библиотеки по крайней мере обновляет для того чтобы они работали эффективно именно с этой архитектурой и так далее вам не нужно переписывать свой код для получения большей производительности из минусов как я уже говорил может быть излишнее разделение разделение скажем так задачи то есть если вы можете в своей задачи все операции впихнуть в одно ядро то в этом случае вам придется несколько раз вызывать разные ядра каждая со своей операции то есть много вызовов дополнительных глобальную память для передачи данных из одной функции в другую в глобальную память гпу я имею ввиду и много вызовов соответственно самих ядер специальных средств прям так нет она должна быть скомпилирована как девайс функции но часть библиотек если брать например курант она предоставляет два варианта как хостовый интерфейс так и девайсовый то есть можно прямо из ядра просто такой сценарий чтобы не каждую библиотечную функцию дергать к отдельным вызовом ядра чтобы был целый ряд библиотечных функций скопилированных как девайс функции которые я могу там либо сразу либо по мере необходимости чтобы они загружались на устройство и уже чтобы из своего ядра я мог их там вызывать но не с хаста и вызывать а внутри глобал кода вот я говорю это нужен это нужно чтобы библиотека должна была быть написана конкретно таким способом то есть она должна иметь вот этот девайсовый api не все библиотеки это имеют но вот в курант например есть хостовый api вы можете вызвать ее с хоста а можете прям внутри глобал функции вызвать девайсовый api да но это же как это просто функция получается все равно что написать несколько функций и вы их вызовете потом из своей глобал функции то есть это вопрос организации библиотеки да 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 это но дело в том что функции в таком случае пишется вот в двух вариантах один это хостовый api который вызывает в эти global кернелы свои и так далее второй вариант это вам предоставляют доступ к этим всем типам данных структурам и так далее вы их просто сами определяете в своем коде там выделяете под них память и так далее на gpu а потом просто их используете с помощью встроенных девайс функций которые фактически идентичны тем что вызываются с хоста то есть хостом вызываем global функцию которая внутри каждой нить вызывает там девайс функцию тут вы просто эту девайс функцию вызываете сами напрямую уже внутри своего ядра как они окажутся они изначально поставляются с библиотеки скомпилированные для девайсовый и для хостовой версии то есть вы просто линкуете библиотеку и у вас есть эти девайсовые функции ну скажем так если они скомпилированы как девайс функции то их не нужно самому никуда там нигде копировать не передавать там указателями и так далее просто пишем пишем внутри global функции там вызов обычной функции все как это работает когда когда драйвер вы запрашиваете у драйвера там какое-то ядро свое скомпилированное полностью она же где-то включает эти сигнатуры вызовов вы передаете все это драйверу драйвер просто подгружает необходимые функции создает последовательность уже этих вызовов и так далее и передает на устройство уже только инструкции 5x ассемблера который там исполняется уже как просто набор команд ну самому это можно как бы сделать если глубоко в 5x ассемблер залезать как-то там это можно естественно а подключить прокрутить но все это делается обычно на ну это потом можно скажем так если глубоко залезать в вот как раз в ассемблер вы можете и свои инструкции туда подставить там есть и память для инструкции и кэш инструкции если вы их туда подаете в виде инструкций это можно все сделать но как бы вот в куда api этим никто не занимается так типы задач которые решаются с помощью этих библиотек вот мы посмотрим это и и дифференциальное уравнение и просто линейный алгебра с плотными матрицами с разреженными матрицами пожалуйста уравнение и так далее при кондишенеры это ну тоже для решения задач как систем дифференциальных уравнений ну и также всякие разные декомпозиции матриц там факторизации матриц и так далее все это представлено я покажу естественно только часть там небольшую некоторые вызовы и примеры все это есть каждой библиотеке большая документация это все можно посмотреть я буду рассказывать только как примерно они работают так библиотеки сегодня мы посмотрим кублаз кублаз xt и nv blas это в первой части также куспарс и кусолвер во второй части будет куффт курант энвиграф и нпп вот здесь подписано я об этом уже говорил что из них какую задачу решает так начнем как раз вот кублаз кублаз xt и nv blas это три уровня библиотеки вот этой которая реализует так называемый blas вот этот basic liner algebra subprograms то есть под программы для линейной алгебры то есть это вызовы соответственно там сложение векторов там умножение векторов умножение матриц на вектор умножение матрицы на матрицу и трансформация матриц это в случае если мы мы работаем с разреженными матрицами там из одного формата в другой и так далее так кублаз xt автоматически перенаправляет стандартные blas 3 вызовы только уровня 3 то есть это операции с двумя матрицами там умножение матрицы на матрицу и так далее автоматически перенаправляет их в кублаз и подгружает ну соответственно делает это с помощью подгрузки предварительной вот этого лип nv blas со может также распределять работу между несколькими гпу кублаз xt для этого вам ничего не нужно самому делать максимум что вы можете здесь сделать это скажем так ограничить какие гпу должны работать какие не должны то есть какие использовать какие не использовать но если он вдруг находит у вас в системе там 8 видеокарт насколько я помню в кублаз xt ограничение на 8 видеокарт к одному цепи у соответственно он находит 8 видеокарт он распределяет вашу задачу как раз на эти 8 видеокарт если у вас огромное там какое-то умножение матрицы на матрицу так и можно использовать любым приложением вызывающим blas 3 функции то есть фактически вам даже не обязательно самому это писать это должен быть код который подгружает вот этот вот эти стандартные blas 3 функции со своими названиями которые автоматически подменяются вот здесь этим лип nv blas со перед вызовом функции то есть просто заменяется одна библиотека другой и вы вызываете уже не функции на cpu а все эти копирования функции на гпу и так далее вызываются за вас вот с помощью этой библиотеки и nv blas это еще и поверх вот этой просто библиотеки есть высокоуровневая обертка которая позволяет определить есть ли у вас там cpu версия blas а если у вас гпу версия blas а если нет гпу то мы запускаем это все на исполнение в представленные вами там cpu библиотеки то есть это может быть какой-нибудь intel mkl или ну там еще какой-нибудь просто blas вот он выгружает вычислительные интенсивные части на гпу где возможно получить ускорение собственно это как раз задачи там умножение матрицы на матрицу например если вы будете обращаться просто для сложения векторов то он не будет это переносить на гпу потому что нет смысла копировать данные с хостана устройства потом назад устройство на хост вот пожалуйста пример как это используется qblas тут вот если посмотрите написано в 2 где-то по моему с кудо 40 или с кудо 55 появились библиотеки появился точнее скажем так второй интерфейс библиотеки он с тех пор не менялся первый был просто просто библиотека 2 теперь это потокобезопасная библиотека вы там с помощью вот этих дескрипторов можете а тут не подписан с помощью дескрипторов можете просто несколько скажем так версии этой библиотеки создать подгрузить универсия копий создать подгрузить и использовать там в несколько потоков например разные гпу так если коротко вот этот хендал qblas handle t это как раз тот самый дескриптор он содержит все эти весь контекст библиотеки то есть там выделенная с ее помощью память какие мы храним там матрицы и так далее вот это все содержится здесь дальше его необходимо после того как мы просто объявили естественно вызвать qblas create для того чтобы инициализировать контекст он ну соответственно он привяжется к видеокарте создаст контекст видеокарты там и все эти сопутствующие вещи там выделит какие-то структуры на ней и так далее есть функции qblas alloc вот это есть нюанс qblas alloc это достаточно старая функция скорее всего я так припоминаю что в куда 8 и и наверно уже даже убрали и теперь используется потому что это просто копия куда малок там со своим названием теперь просто использует куда малок не qblas alloc но это так просто раньше делали именно qblas alloc так мы выделяем память на гпу соответственно для вектора x вектора y и делаем qblas set вектор это копирование данных с хаста на устройство в данном случае увидите мы просто берем что там размер н размер одного элемента дальше x это откуда мы копируем 1 это инкремент через сколько элементов мы там копируем то есть можно копировать не целиком весь вектора как-то частями там через один через два через три элемента и соответственно то же самое как мы помещаем это на девайсе то есть мы можем скопировать с хаста плотный вектор в данном случае не стоит наверно так говорит плотный это немножко в другом значении используется мы либо копируем вектор который целиком один за одним идет в памяти на гпу и можем расположить его не как один за одним элементы а вот со сдвигом например там с каким-то понятно да а понятно зачем ну да то есть это все как бы просто предоставляется возможность это мы можем сделать дальше qblas xp и давайте да зачем это делается в первую очередь но эти все сдвиги добавляются и для кэшей и так далее и для глобальной памяти и так далее ну и для случаев когда вы работаете например у вас вектор один не соответствует другому там размерностями и так далее ну и в общем вариантов много да можно например и так тоже если вы добавляете какой-то паддинг это тоже так делается так qblas xp и это просто вызов функции вот этой самой x плюс y здесь у нас n это количество элементов 2 0 это а константа и соответственно dx dy ну и вот эти же самые сдвиги между элементами там 1 2 3 и так далее кстати насчет фортрановской в куб ласе ввиду того чтобы лас вообще-то из фортрана как раз все элементы изначально ориентированы по столбцам поэтому тут скорее наоборот если подали в виде строки до да 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 а мне нужно из нее конкретные по одной размерности да правильно именно в этом случае как раз это поможет ну и соответственно после этого мы берем qblas get vector то есть копируем данные с устройства на хост но опять с теми же с двигами и так далее qblas free dx dy еще раз повторю qblas alloc и qblas free скорее всего уже в этой ревизии куда были скажем так убраны функции мы здесь просто используем куда малок и куда free ну я думаю компилятор вам скажет что это deprecated functions и так далее что скорее всего он даже уже не скомпилит так и qblas destroy нужно освободить память там и закрыть этот дескриптор который был так где x y а где копирование до x и y это просто указатели в хостовую память так это еще что-то хотел здесь сказать по поводу с а x плюс y дело в том что ну вот эта вот сигнатура она здесь есть конвенция наименований мы просто берем название qblas дальше с это тип операции то есть с это single precision для действительных чисел д это double precision там дальше есть c и z для комплексных чисел одинарной и двойной точности а дальше уже операция а x плюс y вот сравнение производительности это сравнение вот сингл это одинарная точность сингл комплекс ну понятно комплексные числа здесь иногда возникает вопрос почему вот у этих операций больше гигафлопсов у комплексных чисел чем у single precision дело в том что ну допустим если мы умножаем обычные числа там а на b это один флопс но один флоп одна операция если мы умножаем комплексные числа это там три по моему операции то есть а при этом запрашивается в два раза больше памяти то есть в принципе соотношение как раз вычислительный ну потребности вычислений к потребности в памяти в полтора раза больше то есть как раз ближе к оптимальному для гпу то есть поэтому вот здесь мы получаем больше гигафлопсов но фактически задача то становится сложнее поэтому она просто занимает больше операций соответственно если эти операции как-то умножить на гигафлопс это мы получаем либо больше либо меньше времени уже зависит от задачи здесь это только производительность количество флопсов в секунду не количество элементов в секунду так ну и вот видите что даблы примерно на этом устройстве в два раза медленнее чем синглы это связано с тем что архитектурно в кеплере у нас было даже наверно в 3 там должно быть ну в разных случаях по-разному архитектурно у нас в кеплере 192 ядра куда и 64 double precision юнита которые отдельно считают именно double точность то есть если вдруг ну при этом почему от 2 до 3 они ровно в три раза пиковая производительность ровно в три раза а реальная производительность от 2 до 3 потому что если мы посмотрим архитектуру я это еще буду рассказывать субботу точно если посмотрим поглубже в архитектуру там есть всего 4 варп шедулер на 192 ядра а варп у нас 32 нити получается что мы берем 128 нитей на 192 ядра то есть эти дополнительные 64 ядра используется только в случае если у нас есть полностью параллельные инструкции так как варп шедулер он исполняет за один раз сразу две инструкции последовательных если они вдруг вдруг от друга независимы он берет нам какую-то часть этих дополнительных ядер и на них выгружает но это сделано было с той точки зрения что там те же самые простые вычисления индексов в глобальной памяти и так далее это все операции которые занимают там не одну инструкцию а например две и они друг от друга независимы вот но дальше в следующих архитектурах в максвилле и в паскале от этого отошли то есть уже размер конкретно количество куда ядер на один потоковый мультипроцессор полностью совпадает с количеством нити в варпах то есть вы если вдруг у вас 4 варп шедулера то у вас будет сто девяносто двадцать восемь куда ядер на мультипроцессор если у вас там два варп шедулера то 64 но это мы еще посмотрим еще раз на следующей неделе так ну вот он blast interface самый обычный вот они примеры а x плюс y плюс это обычное умножение векторов дальше gmv general matrix vector multiplication и gmm это matrix matrix multiplication макросы совместимости си имеются то есть как я уже сказал глаз он пошел из фортрана и изначально там все ориентировано на столбцы во первых во вторых индексация с единицы соответственно вот они индекс ту фортран индекс туси матрицы совместимость по макросы совместимости с языком си ну просто для того чтобы было удобней считайте так далее вызывать так вот она пожалуйста конвенция наименования куб лаз дальше т тип данных sdc или z вот они представлены я уже это сказал и название функции соответственно вот с куда 50 может быть вызвано из ядра куда вот о чем мы и говорили когда появился динамический параллелизм они в это же время добавили возможность вот такую то есть это не тот вызов о котором мы говорили где каждая нить берет свою девайс функцию на устройстве еще есть возможность внутри одной нити например конкретной вызвать еще одно ядро которая будет иметь свою конфигурацию нити и так далее нити блоков то есть порождать дополнительные ядра уже внутри нашего ядра вот таким да они будут глобально синхронизировать там все это запускать в памяти там выделять себе свои отдельные вот эти в хиппи переменные и при этом насколько я помню конкретно эта нить ну естественно этот варп будет ожидать полностью завершения порожденного ядра то есть пока это не доделается вот единственное это конечно очень хорошая вещь и она используется периодически единственное что такие вызовы они ну не очень быстрые если вы порождаете много ядер естественно во первых они будут долго порождаться во вторых если их очень много то у вас видеокарта будет работать неэффективно то есть нужно еще придумать задачу в которой это нужно сделать еще раз чтобы вас до инкуб ну если имеется ввиду количество операций или количество доступов в память ну да хорошо я не могу сказать точно что они используют именно алгоритм там n в кубе скорее всего они используют более какой-нибудь эффективный алгоритм но сама по себе задача там имеется ввиду что она примерно такого уровня сложности ну да скорее всего да вопрос том будет ли он ложится на параллельные вычисления хорошо я как бы сам вот не разбирался в нем поэтому не могу сказать ну вот так ладно давайте дальше куб лаз api используют вот эти типы ну как здесь написано вот она sd cz одинарная двойная точность реальные и комплексные числа действительно комплексные числа куб лаз api содержит типы q-комплекс куда был комплекс эти же типы q-комплекс и куда был комплекс используется в других библиотеках nvidia например в фурье преобразовании там и ну почти во всех библиотеках где требуется комплексные числа используются именно эти же типы и вы можете ну как бы мигрировать из одной библиотеки в другую ничего не меняя так функции управления контекстом и потоками то есть куб лаз create куб лаз destroy и куб лаз get set stream о чем мы немножечко вчера поговорили наверное сейчас это еще раз лишний раз скажу хотя это вообще рассматривается дальше во время уже лекции по оптимизации по асинхронным копированием и так далее так вот на видеокарте почему это критично на видеокарте называть трэды нитями на видеокарте есть еще потоки которые стримы так вот эти потоки они это фактически аппаратные очереди то есть мы можем на одну видеокарту отправить там 32 аппаратных очереди у нее есть какое-то количество задач вплоть до того что с разных цпу можем обратиться к одной видеокарте там по сети допустим делается это для того чтобы можно было задать некоторые задачи независимо друг от друга скажем так например копирование данных на хост расчет и копирование данных с хоста в принципе зависят друг от друга да но если у нас есть два таких ядра например одно считает как у меня было например вот этот платформу стюарта до расположение расположение в пространстве то есть фактически такой трехмерный массив который определяет в каждой точке массива могу ли я установить свой манипулятор или нет ну или физически это невозможно это одно ядро второе ядро используют эти результаты и генерируют там считает например радиус описанной окружности для вот этого для вот этой области то есть получается что я могу копировать данные полученные первым ядром уже на хост и параллельно использовать эти данные в расчетах второго ядра в таком случае что я делаю я запускаю эти задачи копирования и задачи расчета в разных стримах задачи запущенные в разных стримах друг от друга не зависят но там есть механизм синхронизации там стримов друг с другом и всех стримов вот как раз куда девайс синхронайз то есть это все можно сделать можно синхронизировать один стрим можно синхронизировать исполнение двух стримов друг с другом то есть через куда events так называемый через события и можно синхронизировать все всю активность на видеокарте Значит, первый вы описываете данные синхронизации, стримов есть? У меня? Может быть, абсолютно одна данная подкачивает, другая. Да-да-да. Да-да, там синхронизируется, скажем так, нет, там не потребовалась синхронизация с той точки зрения, что я копирую данные, даже нет, все-таки потребовалось, да, вот. Вот после расчета первого я начинаю второй расчет в этом же потоке, ну, например, либо в следующем потоке, да, а копирование начинаю еще в одном. В этом случае вот новый поток для копирования должен дождаться, соответственно, окончания расчетов. Вот в этом случае, да, я синхронизирую один поток с другим, чтобы точно знать, что данные готовы для копирования, ну, или для расчета. Это да. Так, ну, здесь используются, пожалуйста, вот они, функции kublas create, kublas destroy, практически как во всех библиотеках со своими контекстами, там, дескрипторами. Мы просто создаем дескриптор, который там описывает какую-то структуру и хранит контекст библиотеки. То есть все там выделенные ей памяти и так далее, должен быть вызван до любых других вызовов kublas. Ну, это просто потому, что если вы попробуете что-то туда скопировать, например, а у вас нет описания, в какую область памяти это копировать и так далее, вы получите ошибку, естественно. И multi-GPU приложение чаще всего, ну, самый простой вариант использования, это каждый CPU поток или процесс делает свой собственный дескриптор на отдельный GPU и вы выгружаете там один CPU поток, свою часть на один GPU, там, расчетов, второй CPU поток на вторую GPU и так далее. То есть есть какое-то средство выбрать, с каким GPU я буду сейчас общаться? Да, kudasetdevice, функция, которая просто выбирает номер GPU. Так, и kublas.deстрой, ну, соответственно, обратное. После завершения всех активностей с этой библиотекой мы просто освобождаем этот дескриптор и желательно, ну, я думаю, это понятно, минимизировать количество вызовов kublas.create, kublas.deстрой. Нет смысла, если вы будете переиспользовать дальше эту библиотеку, ее постоянно подгружать и выгружать. Так, kublasetvector – это копирование данных с хоста на устройство, пожалуйста, это вот из x в y, ну, вот, как я говорил, здесь инкременты и размер одного элемента в байтах. И обратная функция kublasgetvector из gpu на хост. То же самое для setmatrix и getmatrix, только тут, соответственно, добавляются еще размеры ведущих размерностей. То есть вы говорите, какого размера ваша матрица по основному направлению. То есть, ну, в случае, как раз, раз это фортрановский, то по столбцу, да, какого она размера. Естественно, вы указываете это даже если используете под матрицу, то есть вы можете использовать не всю матрицу, расположенную на gpu, да, а какую-то ее часть. Ну, точнее, не всю матрицу копировать с cpu на gpu, а какую-то ее часть. В таком случае вам все равно желательно знать, ну, точнее, нужно знать полную размерность, чтобы копировать именно кусок со сдвигом вот этой целой размерности. Так, порядок исполнения, ну, это все достаточно просто, и это всегда так практически с библиотеками, и это всегда так с библиотеками CUDA. Мы сначала создаем дескриптор, потом выделяем память на gpu, копируем данные с помощью какого-нибудь там kublas setget, потом, ой, setvector или setmatrix, потом вызываем необходимую последовательность функций. И как только мы закончили, копируем данные обратно и денициализируем дескриптор. Это во всех библиотеках NVIDIA такая последовательность. Да? В последовательность вызовов к кубласу, они будут между собой скандинзированы? Если мы не указываем ничего, то по дефолту ставится нулевой стрим. Они синхронизируют, ну, они идут один за одним. Если они идут в одном стриме, то они будут вызываться один за другим. Если мы их вызываем в разных стримах, то они будут параллельно. Это нужно указать, да? Это нужно указать, да. Это нужно создать специально куда стрим отдельный и его подавать как параметр в вот эти kublas. Где там оно? kublas. Ну, в getmatrix и setmatrix нет. Это скорее всего для… А? Нет, это и для get и set должно работать, но я имею в виду, там либо будет отдельная функция с подписью async, либо будет какая-нибудь функция, например, все последующие вызовы поместить в стрим такой-то, там установить номер стрима. То есть это нужно посмотреть, как в библиотеке сделано в кудо, в чистой. Это делается на самом деле в кудо есть кудо-мем-копи, а async в нее явно подается. И если смотреть kernel launch, вот эти три скобочки, то на самом деле там не два элемента, а четыре, просто они, ну, автоматически ставятся ноль по дефолту в этом, в размере, в номере стрима. То есть если вы его не подаете, то они все по дефолту исполняются в нулевом потоке. И это кажется, что в библиотеке, например, в трасте это способен организовывать или вообще не организовывать? Так, если брать просто библиотеки, то во всех используются кудо-стримы. Если брать траст, то там тоже используется кудо-стрим, но там, скорее всего, даже может быть отдельная функция для создания этого стрима. Но все равно это будет кудо-стрим-ти, который можно… Трансфор, например, может казаться, как в этом стриме, а второй трансфор в другом стриме? Тоже, но это вопрос реализации. Я, честно, конкретно в трасте не пробовал вот эту много… Ну, некоторые варианты использования вот этих стримов. Но это либо мы устанавливаем заранее, что все последующие вызовы в таком-то стриме, либо они передаются как параметр. Ну, естественно, это нужно проверить в документации, какой из них они выбрали. Но, как бы, все библиотеки используют стримы, потому что им уже, я не знаю, сколько лет, наверное, 7 или 8. Еще раз уточните, пожалуйста, вот эти стримы на устройстве – это просто способ организации задачи. То есть, если я по наивности нигде не заморачиваюсь, в каком стриме все будет выполняться, то у меня не получится, что устройство не догружено из-за одного только этого. Ну, в смысле, оно если будет не догружено, то из-за того, что я там просто задачу не оптимальную разбил. Да, да, да. Фактически у вас просто все вызовы будут идти друг за другом, вместо того, чтобы там как-то можно было использовать их параллельно. Так, get и set, matrix – это мы уже посмотрели. Один копирует с хоста на устройство, другой с устройства на хост. И порядок исполнения тот же самый, вот как во всех этих библиотеках. Так, вот он пример кублас сложения векторов S, A, X плюс Y, что мне кажется, или мы его уже смотрели. Да, давайте сразу тогда пролистаем. Вот пример умножения матрицы на вектор. Вот в этом случае, видите, мы уже выделяем с помощью кудамалок, а не с помощью кубласалок. Я уже говорил, он, скорее всего, уже не используется. То есть, мы используем кудамалок. Так, A, B и C – это матрица и два вектора на хосте. Соответственно, DEVPTR A, B и C – это матрица и два вектора на устройстве. Кублас креет, после чего кублас set, matrix, set, vector. Просто копируем данные на устройство, вызываем свою функцию. Кублас OPN – это параметр транспонированная матрица или нет. Но это как раз для случая, если вы храните по столбцам или по строкам. Зависит от того, на чем вы привыкли писать или в каком виде вам приходят данные. Так, и дальше кублас get vector. Просто скопировать данные назад, ну и все подчистить. То есть, вот так можно умножить матрицу на вектор в кубласе. Так, следующая библиотека – это Magma. Она расшифровывается как вот Matrix Algebra on GPU and Multi-Core Architecture. Это open-source библиотека. Она реализует как раз LAPAC, это Linear Algebra Package. То есть, какой-то там набор той же самой линейной алгебры. Но это не от NVIDIA, это как бы вот объединение институтов предлагает вот эту библиотеку. Чем она хороша? В первую очередь в ней есть, кроме CUDA, лимитированная поддержка Xeon Phi и OpenCL. То есть, она может быть использована в кодах с разными ускорителями. И кроме того, там есть Multi-GPU для CUDA. То есть, если сравнивать с обычным кубласом, там Multi-GPU нет. Он есть только в KUBLAS XT и KUBLAS NVBLAS, который. Либо вы сами вручную пишите распределение своих данных по видеокартам. Здесь есть поддержка Multi-GPU для CUDA. Вот это сравнение под RF. Насколько я помню, да, это вот факторизация Халецкого. Соответственно, варианты сравнения с MKL просто и на GPU. Гигафлопы. Производительность, видите, на Sandy Bridge и на Kepler достаточно сильно превосходит производительность в MKL. По крайней мере, это Intel Mat Kernel Lab. То есть, это многопоточная библиотека от Intel для тех же задач. А о чем две красные, два красных графика перчатки? Там на самом деле, ну, один это GPU Kepler, это GPU, а второй это CPU реализация той же Magma. То есть, вот этот, это на CPU, этот, это на GPU, а это на CPU только с библиотекой не Magma, а Intel. То есть, GPU не выигрывает? В некоторых задачах GPU выигрывает достаточно мало, но это два восьмиядерных CPU, на самом деле это не один CPU, это два восьмиядерных CPU по сравнению с одной видеокартой. Ну, это серверное железо, там на одной материнской плате два чипсета, туда можно воткнуть, ну, просто, если кто не знает, два сокета, туда можно воткнуть два CPU, которые там через MPI общаются между собой и обрабатывают, например, одну и ту же задачу. Вот этот? Здесь конкретно не могу сказать, но, скорее всего, что-то связано с размером, либо с каким-то размером задачи, либо с каким-нибудь там кэшом. То есть, чаще всего вот эти проблемы с производительностью, они либо с каким-то конкретным размером задачи, когда выделяется необоснованно там какая-то память, либо, когда приходится лишний раз что-то кэшировать, когда у нас один из уровней кэша начинает работать неоптимально, либо еще как вариант, когда передачи через MPI становятся там достаточно массивными и там не помещаются ваши данные там куда-нибудь их. Вообще, конечно, забавно, очень узкий диапазон, но это даже не просто узкий диапазон, а, судя по графику, тут же всего одна точка. Но это где-то, вот видите, порядка 8000, то есть это, скорее всего, 8192, судя по замерам. Это где-то вот здесь, на этом размере. Но, честно, я с Intel MKL мало работаю, не могу сказать, почему тут именно в этом месте такая проблема. Так, следующее это QBLAS XT. Как я уже говорил, QBLAS это конкретно библиотека, а QBLAS XT это способ подменить обычные BLAS вызовы, то есть это предзагружаемая библиотека, скажем так, которая просто заменяет ваши BLAS вызовы. Здесь нет ограничений на размеры матриц до тех пор, пока они помещаются в память хаста, то есть фактически за вас сделана вот эта вот решена проблема, когда у вас очень большие матрицы. То есть это все будет распределено там на маленькие кусочки и скопировано туда-обратно, посчитано множество раз. То есть вам не придется самим организовывать передачу данных. Вопрос. Вот по поводу подмены BLAS вызовов. Имеется в виду, что без пересбора кода можно там, ну, насколько-то ускорить программу, которая использует BLAS, или все-таки нужно пересобраться? Там подгружается библиотека, этот, lib.nvblas.so. То есть это при… это же, как оно называется, shared library. То есть… Ну да, shared-допчик. То есть имеется в виду, что если моя программа использует BLAS в качестве… В качестве… да, да, да. То в таком случае мы просто предзагрузкой ее подключаем вместо другой. На линоксе, ладно, понятно. А на винде это, соответственно, направлено не может. Почему? Потому что идея функции «Пересборка» в какой конкретной библиотеке «Пересборка». Чего? У тебя достаточно вылезает, и есть то же самое. Нет. Переверяем, занимаюсь. Да. Так, давайте дальше. Приложению требуется только выделить память, это я уже сказал. И API заботится о выделении памяти на нескольких GPU и передаче данных и распределении нагрузки. То есть здесь вы не только получаете автоматическую вот эту подмену, но еще и распределение нагрузки между несколькими GPU. Также поддерживает только вычислительные вызовы третьего уровня, то есть все эти умножения матрицы на матрицу, такой сложности задачи. И API определен в отдельном хедере. Начиная с CUDA 8, позволяет матрицам находиться в памяти GPU. То есть вы можете, если вы собираетесь использовать именно GPU-версии своих матриц, а не как здесь, просто подменить, то вы можете отдельно использовать кубла с XT хедер и работать с вот этими функциями, использующими много GPU, конкретно через вот этот API, позволяющий работать уже с GPU-матрицами. Так, вот сравнение производительности как раз между K80, это двухчиповая видеокарта, то есть это фактически 2K20 или K40 примерно так по производительности в одном кожухе, там два чипа. Так, и так, кублас 7.0, а, ну, да, вот это 1K80 и 3K80. Это, ну, здесь показывается, насколько масштабируется наша производительность в зависимости от задачи. Ну, соответственно, вот видите, что в большинстве случаев задачи достаточно параллельны, и, в принципе, если мы сделаем какие-то, естественно, излишние, там, ну, не совсем излишние, а дополнительные копирования, то есть каждая видеокарта будет иметь свою копию какой-то части матрицы, да, и, например, полную копию вектора, то можно будет умножать их по частям одну часть на одной видеокарте, вторую на другой, третью на третьей. В таком случае это все будет делаться независимо друг от друга. А карты между собой не связаны никак, просто на PCI-Express, никакого сли там нет? Вообще, ну, PCI-Express это тоже же связь. Ну, медленная. Ну, сли, да, немножко побыстрее, но тут, как бы, как сказать, PCI-Express не всегда использует копирование через хост. У NVIDIA есть технология копирования с девайса на девайс, пир-то-пир копирования. Причем не только копирование внутри одного, там, CPU, нода, а можно копировать в большом там кластере с одного девайса на другой девайс через, например, там, как он называется, через InfiniBand, через сетевую карту, минуя полностью хостовую память. То есть, в таком случае, если вы уже не два раза или не три, там, если считать эти, как они называются, пинт память и не пинт память, если вы не три раза копируете, а один, то это уже, как бы, значительный выигрыш. Что такое сли? Сли это NVIDIA поставляет отдельный мостик для соединения видеокарт между собой, но чаще всего он используется только в игровых случаях, когда разделяем экран на две части. Одна обрабатывает верхнюю часть, вторая нижнюю, например. Когда две видеокарты работают над одной задачей, а вывод должен идти, например, только с одной. Ну, это, если посмотреть, это мы еще можем в интернете глянуть, как выглядит вообще видеокарта. Вот обычная GeForce, у нее с одной стороны PCI-коннектор, а с другой такой маленький коннектор, который вот можно соединить, но это только для топовых видеокарт. Там в предыдущих версиях можно было соединить, но в предыдущих архитектурах где-то четыре видеокарты, там три видеокарты, в Pascal только две предлагают объединять вот дополнительным мостиком. Ну, в принципе, я считаю, что если у вас есть лишняя шина передачи данных, она как бы, она не лишняя, она дополнительная. Ну да. Так, вот реализация Kublas XT. Соответственно, вот каким образом распределяется матрица. Это результирующая матрица, это, соответственно, входные матрицы A и B. Результирующая матрица разбивается на вот такие тайлы, на плиточки, которые считаются там на первый, на второй, на третий, ну, в таком порядке, как это round-robin называется, я не помню уже, как это перевод на русский, ну, вот так, одну за одной, в общем, последовательно, вот так, в цикле. То есть на первую, на вторую, на третью, на первую, на вторую, на третью назначаются эти задачи небольшие, и, соответственно, необходимые для них части матриц A и B, они копируются, соответственно, на необходимую видеокарту. В связи с вот этой унифицированной стратегией, желательно, чтобы ваши GPU имели одинаковые compute capability, то есть желательно вообще одинаковые видеокарты, хотя бы потому, что эта библиотека, она не делает за вас, как это, балансировку нагрузки. То есть если у вас одна видеокарта считается скоростью, там, условной 10х, а вторая со скоростью 5х, то они получат одинаковые задачи, и вторая будет медленнее работать, первая будет ее просто ждать. Синкронизация там реализована, то есть, например, она посчитает здесь, а вторая еще не стоит посчитать, потом нужно их сложить в одну общую память. Сложить, тут вопрос в том, чем это складывается, они, скорее всего, складываются на CPU, они копируются в память хоста, и, ну, синхронизация, естественно, хост будет дожидаться, когда потоки видеокарт все это соберут в одно место. Скажем так, если бы ее там не было, то считалось бы неправильно. Так что, ну, вряд ли бы мы говорили тогда об этой библиотеке сейчас, или говорили бы, но я бы тут везде помечал красным, результаты не совпадают там с ожиданиями или что-нибудь такое. Так, для больших задач QBLAS XT поддерживает также частичный расчет на CPU, но это только для QBLAS XT GMM, во-первых, только для умножения матрицы на матрицу. Во-вторых, ну, тут нужно сказать, что CPU, как вы помните, достаточно сильно проигрывает в скорости GPU в таких задачах, и, ну, немножко может ускорить всю эту систему, но не всегда это работает хорошо. Нужно использовать с осторожностью, он может пересекаться с CPU потоками, контролирующими исполнение GPU. То есть, если у вас там 8 GPU и 8-ядерный процессор, то автоматически он вам сделает 8 потоков, каждый поток будет контролировать свою GPU, там все эти передачи данных и так далее. Если вы еще попытаетесь CPU чем-то нагрузить, у вас может тогда простаивать видеокарта, ну, потому что поток ей управляющий временно там не работает. Так, это API конфигурации для Cublas XT. Ну, соответственно, тут все достаточно просто. Cublas XT Create, Destroy, установка… А, выбор устройства Device Select, установка размеров блоков. Здесь мы имеем контроль над тем, какими по размеру блоками будет видеокарта оперировать. То есть, там, 1024 нити там или поменьше и так далее. Так, Set CPU, Set CPU – это, соответственно, вот для случая работы параллельно CPU и GPU над одной и той же задачей. И XT Pinning Mode – это, ну, пинт память, скажем так, как она называется, нулькопируемая память или еще как-то она называлась. Ну, в общем, у него много названий. Это память в пространстве хоста, которая недоступна для перемещения и для прямого там, как это, перевыделения для самого CPU, для самого хоста. То есть, это память хоста, выделенная сторонним приложением, которое он не может подвинуть, ну, для каких-то целей операционной системы. Это дает возможность избежать лишних копирований. Я уже говорил, ну, еще повторю, там, если кто-то придет через неделю посмотреть, там как раз будет по архитектуре лекция, и там будет освещено вот это, что вообще сначала данные копируются из обычной памяти, пейджи был этой памяти, в пинт память, которую не может CPU переместить, а потом уже из этой памяти копируется на GPU. То есть, там дополнительное копирование. То есть, вы можете фактически выделить сами эту пинт память с помощью CUDA-драйвера и копировать через PCI-Express быстрее. Ну, то есть, не через PCI-Express, а вот полный этот цикл будет проходить быстрее. В таком случае это все здорово, но лучше не выделять слишком много, иначе у вашей операционной системы не останется памяти, и она просто будет висеть. Так, поддерживаемые функции, тут их достаточно много, все я уже и не помню, как называются там, что такое, но вот. Сейчас, извините, а по наблюдениям процесс может такой память пометить, даже не имея повышенных привилегий? Это было бы странно. В смысле, пометить пинт памятью? Да. А почему? Ну, не знаю, не могу сказать с точки зрения, насколько это разумно или нет, но так и делается, да. Так и делается, и если вы попытаетесь выделить там всю память, у вас действительно зависнет операционная система. То есть, да. Но это… Делается вызовом драйвера. Делается, да, это отдельная функция, там, куда пинт малок или куда хосталок, ну, там их несколько, во-первых. Во-вторых, можно и часть памяти уже выделена и пометить просто как пинт, соответственно. Да, это делается… Это же такой отличный вектор атаки для DDoS. для DDoS просто, для DDoS атаки. Ну, допустим. Ладно, это уже вопросы более такие внутренние. Скажем так, не ко всем серверам у всех есть доступ, но да, если это, скажем так, если есть уязвимость, то… Ну, тут вопрос в том, есть ли у студента… Скорее всего, эти функции требуют какого-то доступа именно к уровню операционной системы в этом плане. То есть, вряд ли кто-то, кроме админа там или человека с какими-то привилегиями сможет это сделать. Вот. А это, ну, это под вопросом на самом деле, потому что я на нашем сервере могу выделить пинт память, а у меня рута там нет. Так. Ну, чаще всего на серверах конкретно, на вычислительных, это же все делается через какой-нибудь там run процесс. То есть, не просто… Не просто напрямую человек запускает свою программу, а все это как-то через менеджер. А в менеджере, я думаю, там уже конкретно прописано, кто что может делать, а кто чего не может. Так, NV Blast. Это третья библиотека как раз, которая перенаправляет вызовы с помощью обертки. Она требует присутствия CPU Blast в системе, то есть, реализации какой-то, например, Intel MKL, которая будет подключаться отдельно, ну, в случае, если GPU-версии нет, или в случае, если вы хотите конкретно считать на CPU. Контролируется с помощью конфиг-файла, то есть, вы просто подкладываете вот в свою директорию конфиг-файл вот этот, ну, и тут написаны, в принципе, параметры, тут отслеживать ли вот эти все, включать ли лог, соответственно, где взять библиотеку для CPU, если она потребуется, список девайсов, которые можно использовать, то есть, номера фактически GPU в вашей системе, которые вы хотите. Ну, тут вариант вот all, или все, кроме нулевого, ой, все такие же, как нулевой. Дальше размеры тайла, то есть, квадратные вот эти размеры маленьких подматриц, которые будут умножаться на GPU. В данном случае это будет матрица разделена на такие кусочки размером 2048 на 2048. И вот эти автопин, делать ли пинт память или нет автоматически, то есть, он будет заменять все, все малаки, в данном случае, на пинт память, то есть, допустим, CUDA, малак хост. Отключить BLAS рутин фильтры, disabled SGMM, и GPU CPU work sharing, и соотношение между CPU и GPU, то есть, тут мы указываем, ну, скорее всего, просто производительность CPU по отношению к производительности GPU. Следующее, это CUSPARS, библиотека для линейной алгебры с разреженными матрицами. Разреженные матрицы, ну, если кто-то не знает, это матрицы с большим количеством нулевых элементов, которые выгодно хранить в каком-нибудь специальном формате, и не хранить все эти нули, а просто хранить, например, в координатном формате только координату X, Y и значения. В таком виде они могут быть умножены на обычную матрицу, или на вектор, или сложены с другой матрицей и так далее. Вот примерно сравнение производительности с SPMV, это библиотека многопоточная на CPU. Вот сравнение для Intel Xeon Haswell, это 16-ядерный процессор, и Tesla K40, соответственно, вы видите, где-то в 4,5, ну, вот где-то в 2 раза на некоторых задачах ГПУ быстрее, чем новый 16-ядерный серверный процессор. Причем это Intel Haswell, это действительно достаточно новый, а вот эта видеокарта K40, она 2013 года, а Haswell, по-моему, там 15-го что ли. Так, разреженные форматы, мы немножечко посмотрим, как они выглядят и какие они есть. Это вот координатный формат, самый простой. NNZ – это количество ненулевых элементов. Вот она матрица, в ней всего 9 ненулевых элементов, можно посчитать. И есть три отдельных массива, которые мы используем, три вектора – это массив значений, массив индексов по строке, массив индексов по столбцу. То есть 1 – это элемент номер 0,0, вот он. 4 – это элемент номер 0,1, соответственно, вот он. Ну и так далее. То есть мы просто сохраняем только координаты и значения ненулевых элементов. Есть, соответственно, варианты так называемых CSR и CSC, CSC, Compressed Sparse Row и Compressed Sparse Call. То есть они отличаются вот этой частью. Мы сжимаем данные. В данном случае вот эти 0,2,4,7,9 – это не координаты, это номера элементов, на которых начинается следующая строка в матрице. То есть если посмотреть, ну нулевой элемент, естественно, начинает строку, дальше второй элемент. То есть нулевой, первый, второй элемент, вот он, он уже на следующей строке. Дальше четвертый элемент, второй, третий элемент и вот на этой строке, четвертый, вот он на следующей строке. Ну и так далее. И точно такой же подход только для CSC. Только здесь уже не по строке, а по столбцу. Так, а сколько у нас осталось времени? У нас в 14.30, да, заканчивается? Ну вот так, в 14.35. Так, хорошо. Куспарс API, ну здесь вы видите, это все достаточно просто. Разреженные и плотные векторы, разреженные матрицы и векторы, разреженные матрицы и плотные матрицы, и также преобразование форматов. То есть в этой библиотеке вы можете подать, например, плотную матрицу, если вы не хотите сами ее писать в каком-то отдельном формате, преобразовать ее на GPU, ну или если вы ее откуда-то получили уже на GPU, а нужно перевести в другой формат, это все здесь есть. И, соответственно, поддерживается одинарная, двойная точность и действительные комплексные числа. Так, куспарс IP – это порядок исполнения, стандартный. То же самое все. Сначала мы инициализируем библиотеку, выделяем память на GPU, копируем данные на GPU, затем что-то считаем, копируем данные назад и, ну, уничтожаем там, освобождаем память, инициализируем дескриптор. Вот пример использования. Здесь, вот вы можете видеть, создаем вот такую матрицу в координатном формате. Вот они, эти все присвоения идут. В координатном формате, то есть мы присваиваем действительно здесь индекс строки, индекс столбца и значения. Все это потом копируем на GPU. Вот выделяем память с помощью kudamalak, копируем на GPU с помощью kudamemcopy, инициализируем дескриптор. И, пожалуйста, где там куда, set mat type, это мы выбираем тип, у нас треугольная матрица, индекс, индексация элементов начинается с нуля. Опять же, выделяем память для второго варианта этой матрицы, мы превращаем ее из координатного формата в сжатый формат по строкам. Считаем вот здесь сольвер, который… Ну, здесь еще не считаем, чуть дальше считаем. Здесь мы просто объявляем сольвер, который будет это все рассчитывать, и производим анализ вот этот ay равно αx. Ну, это стандартные методы для решения систем линейных алгебраических уравнений. Дальше решаем треугольную матрицу и копируем данные с устройства на хост. После чего очищаем всю память, ну и, в принципе, все. Есть отдельная библиотека QSolver после QSparse. Ну, QSparse работает именно с разреженными матрицами и плотными вместе с ними. QSolver работает и с теми, и с другими, и представляет несколько вариантов библиотеки. То есть, это библиотека для факторизации матриц и под программой треугольных сольверов для плотных задач. Также все эти разложения QR, LU, там факторизация Халецкого, эти эрмитовые матрицы и так далее. Дополнительные вот Банг-Калфман разложения. И QSolver SP, это то же самое, только Sparse для разреженных матриц. И отдельная библиотека для рефакторизации множества матриц. Это подход, когда у нас есть много матриц с одинаковым шаблоном ненулевых элементов. То есть, во всех этих матрицах, допустим, размером 10 на 10, конкретные элементы ненулевые. В таком случае мы можем загрузить сразу много матриц и параллельно их, например, все, если они маленькие, то это как раз будет более эффективно на GPU, сразу много матриц преобразовать в какой-нибудь другой формат. Или там факторизовать, ну то есть, операции те же самые делаются, с теми же элементами, просто над множеством матриц сразу. Так, QSolver DN API, пожалуйста, тут все то же самое. Flow double Q-complex, Q double-complex, те же самые типы, которые мы использовали раньше. И QSolver DN Operation, здесь операции те же самые, одинарная, двойная точность, там действительные комплексные числа. И X это общий тип, ну в случае, если мы не знаем, там тип и так далее. Но это все дальше решается в библиотеке. Так, операция, вот они, названия функций, которые можно использовать. Это если вдруг вы соберетесь использовать, можете здесь посмотреть, можете в документации. Производительность по сравнению с Intel MKL, вот на K40C и опять на этом же 14-ядерном процессоре, вы видите, что она больше, но не во всех случаях настолько прям больше. То есть, в некоторых более вычислительно емких и при этом требующих меньше обращений к памяти, она гораздо больше. В случае, если задача не слишком подходит для GPU, естественно, она примерно на уровне CPU будет. Ну, по крайней мере, немедленнее. Так, ну это мы… Это с учетом выходных, ну, с ожидания копирования между хостом и устройством? Нет, нет. То есть, все эти графики NVIDIA строят всегда без учета. Ну, то есть, все эти графики, они дают хороший ориентир, только если у тебя войдет эти задачи вот массово-массово-массово, и у тебя грамм организованно загрузка. Да, естественно. Ну, с другой стороны, к каждой задаче прицеплять, например, время копирования туда-обратно, тоже было бы странно. Мы же сравниваем время исполнения. Что правильно делать графики? Да, естественно. Это без учета копирования. По-хорошему, конечно, тут бы показать дополнительно, сколько бы времени заняло, например, копирование, просто еще столбиком сверху. Но, как бы, эти графики не я рисую, их рисует NVIDIA маркетинг, и у них свой подход к этому делу. Ну, как бы, с точки зрения учебного процесса, конечно, было бы лучше добавить. Ну, это примерно все то же самое. Вы уже не один раз видели эти дескрипторы. В принципе, я думаю, смысла объяснять нет, что тут тоже дескриптор, тоже библиотека, тоже нужно его создать, тоже выделить память, тоже скопировать и так далее. Единственное, на что нужно будет обратить внимание, ну, здесь я не буду это все прям зачитывать, это вот виды операций, которые мы можем сделать с матрицами в Q-солдер. Я их, пожалуй, все пропущу, потому что достаточно много. А если названия советских операций, они еще и с фартраном происходят, мне кажется? Скорее всего, да. Это как в Бласе, то есть берется стандартная библиотека, которая была давным-давно, и переносится на ГПУ так, чтобы человеку было удобно, если он раньше и пользовался. Так, это то же самое для разреженных матриц, сравнение с ЦПУ. Предыдущая часть была про библиотеку Q-солдер только для плотных матриц, теперь для разреженных. Вот, пожалуйста, сравнение различных операций, которые тут производятся, конкретно в случае с разреженной матрицей. Ну и все то же самое, это я так вставил для вас, но в принципе нет смысла это по 10 раз повторять, что там есть дескрипторы, что они там, нужно их создать, уничтожить после всех своих операций. Здесь показаны, опять же, операции, которые можно делать с этой библиотекой, это вы все можете почитать, опять же, в документации, оно там примерно в таком же виде и представлено. И есть еще вот RF-AP, то есть рефакторизация матриц, которую я уже немного сказал, мы можем подать пакет матриц и с ними работать как с несколькими сразу. Вот пример, как организовать в данном случае это solver, который будет делать QR-факторизацию и рассчитывать преобразование вот это Q-T на B. В принципе, все то же самое, что с обычной библиотекой. Мы сначала вот выделяем, точнее создаем этот контекст, выделяем память, копируем данные с хоста на устройство, вызываем необходимые нам функции. Единственное, что в этих библиотеках, нужно обратить внимание, в некоторых из них, в Q-Solver нет, здесь просто… А, да, вот оно, буфер-сайз. В этих библиотеках требуется дополнительная память, дополнительные буферы для произведения каких-то операций. Чтобы знать, какого размера память нужно выделять, есть специальные функции каждой операции свои. Мы вызываем ее, подаем тут размеры параметров и выделяем память под вот этот дополнительный буфер. После чего уже подаем этот буфер, вот, где мы его там используем, the work, вот здесь, как дополнительный, который требуется нашей библиотеке. То есть не она сама там где-то их выделяет, а вы подаете именно выделенный вами буфер. То есть это как раз-таки для того, чтобы лишний раз можно было не выделять? Да, чтобы лишний раз не выделялось, не очищалось. То есть чтобы потом, как в трасте, не прикручивать какой-нибудь кастомный аллокатор, можно здесь это сделать вот таким образом самим. Так, я предлагаю, сейчас у нас почти закончилось, быстренько, наверное, попробуем хотя бы одну программу скомпилировать, посмотреть вообще CUDA Toolkit, и после этого пойдем на перерыв. Так. Можно вопрос? Да. Вы говорили, что как-то можно посмотреть всю информацию в видеокарте. Вот эту программу мы сейчас как раз и запустим. Так, у меня она в user.local.cuda, где там samples, utilities, device query. Так, сюда, make clean. Сюда, make. Вот смотрите, по умолчанию, по крайней мере, Toolkit включает вот эти… В Toolkit в make файлах включены генерация кода для всех поддерживаемых на данный момент архитектур сразу. И все они потом помещаются в один общий объектный файл, то есть нам нет необходимости компилировать для каждой видеокарты отдельно, а потом как-то выбирать там, какую мы используем. То есть можно все это свалить в один объектник, а потом уже в момент исполнения драйвер сам выберет подходящий ему код. Сейчас, а пановщик не выкидывает это в момент… Ну, впрочем, ну, то есть, о них, ну… Нет, вопрос скорее о другом. Ну, каким образом достигается, что вот эти функции, которые будут дергаться только на устройстве, не выкидываются компоновщиком как неиспользуемые в момент компоновки? Ну, или тоже. Потому что, ну, скажем так, там внутри накручена обвязка, которая будет в зависимости от используемого типа видеокарт в рантайм определять уже, какую из них вызывать. То есть они формально все-таки будут использоваться? Да, они, скажем так, до момента запуска мы не знаем, на какой видеокарте будем гонять. Естественно, это нельзя определить, будет ли этот код работать или нет. Я не знаю, это не жарит, потому что с собой, что какие-нибудь… Ну, я, честно, там не ковырялся, но вообще инженеры NVIDIA-то над чем-то работают. Так что, скорее всего, да. То есть данные для маркетинга. Ну, не только. Как минимум они делают библиотеки хорошие, если уж так разбираться. Так, вот Device Square, если запустить. Вывод. Примерно вот такую структуру вы получаете, если запрашиваете куда get device prob. Вот у меня CUDA runtime версия 8.0, видеокарта GeForce 940M. Это поколение Maxwell, вот ревизия 5.0. То есть это 5-е это Maxwell, 0 это, ну, номер чипа в поколении. Там может быть 5.0, 5.2, зависит от чипа. У меня там, по-моему, GM 104 или GM 107 вообще. То есть они разные бывают, даже внутри одного поколения. Так, ну, дальше количество глобальной памяти 2 гигабайта. Эта программа, она с примерщиком там? Да, это сейчас где там. Вот. То есть, чтобы получить такой листинг, не нужно ручкой все это набирать, оно уже все предоставляется. В смысле? Но я имею в виду, если я там захочу посмотреть параметры своей видеокарточки в таком виде, то мне не нужно будет ручками писать. Да, в Toolkit-е, в Toolkit-е вот она, эта программа, я ее просто скомпилировал, запустил. Вот они, CUDA samples, и там, ну, там разные примеры, там и с графика есть примеры, и с матрицами, там с векторами, со всем. Так, давайте еще немножко посмотрим, что тут осталось. 384 CUDA ядра, это достаточно маленькая карта, то есть начальная карта поколения Maxwell. Ну, как вы знаете, там может быть и 3000 ядер, ну, естественно, не в ноутбуке. Так, дальше, ну, частоты, ширина шины памяти, обычно она там 250, 384 или даже 512 бит. Ну, здесь это достаточно слабая карта. Следующее, что это размеры текстурной памяти, ее мы практически сейчас сами не используем в CUDA, мы ее используем только как автоматический текстурный кэш, который, инструкции использования которого генерируются автоматически, если мы там поставим спецификатор. Дальше, количество константной памяти, ее мы посмотрим на лекции по архитектуре и по иерархии памяти. Соответственно, количество разделяемой памяти на блок, вот она, shared memory. Это на каждый блок нити, и можно выделить максимально вот такое количество элементов, ну, вот такое количество байт. Ну, это 48 килобайт. Здесь нужно посмотреть, это, скорее всего, еще из тех поколений, в которых 64 килобайта делятся между кэшом и shared памятью. Хотя, скорее всего, нет. Ну, тогда почему 48? Наверное, потому что три чипа каких-нибудь. Хотя, ну, это ж не чипы, это просто область памяти. Ну, посмотрим. На самом деле она организуется в банке размером, там, 32 банка, размерами, там, по 8 байт элементы. То есть все равно должно бы быть кратно. Ну, так получилось. Такое тоже бывает. Они же и ядра иногда отключают, ну, скажем так, они же не все получаются при производстве одинаковые, там, и все ядра рабочие. Поэтому могут отключить один, там, потоковый мультипроцессор, могут два. От этого зависит уже, в какую линейку попадет видеокарта. Ну, это, это на самом деле не так смешно. Если брать производственный процесс, я почему знаю, это я как раз защищался по управлению качеством. И производственный процесс может быть выбраковка полная, то есть мы там, как только что-то неправильно работает, мы ее, соответственно, выкидываем видеокарту. А можем сделать линейку видеокарт, в которой мы гарантированно, если отключим какую-то часть, ну, какую-то часть неработающих процессоров, мы можем ее там продать по сниженной цене, потому как у нее снижены характеристики. А дело в том, что кремний, он же не такой прям простой. Там 15 миллиардов транзисторов в видеокарте. Если что-то не работает, то не обязательно же все выкидывать. Я вот себе, например, если буду покупать видеокарту, я подумаю еще купить мне, например, 2 GTX 1070 или 1 1080. Как бы по цене может… Иногда бывало такое, что они реально раза в два различались. А производительность… Ну, во-первых, можно и multi-GPU тогда потестить. Во-вторых, производительность может быть примерно на уровне чуть даже выше. А эти ядра тогда можно включить? Теперь нет. Раньше была история, когда эти части можно было как-то прогревали в печке. И да, да, ну не в микроволновке, а реально в духовке. Да, в духовке. И на самом деле может же кремний, некоторая часть, скажем так, как называется, отжиг, немного не восстановиться, а, скажем, восстановить некоторую часть своих попорченных возможностей. Но тут нюанс в том, что раньше еще вот эти видеокарты, они были ограничены не только чипами, но и физически внутри были впаяны, например, конденсаторы, по крайней мере, насколько я слышал, которые определяли номер там видеокарты и, соответственно, к какой линейке она относится. Это Tesla или GeForce. И были умельцы, которые выпаивали конденсаторы, перепаивали и получали там видеокарту, которая, скажем, купил по одной цене, а получил по другой. Но дело в том, что как бы с тех пор очень сильно изменилась технология. У них чип-то может быть один и тот же, но возможности дополнительные к нему поставляемые, они уже сильно различаются. Например, глобальная память у Tesla P100, теперь HBM2, а у GeForce она GDR5. Там у одних есть поддержка ECC, у других нет. Это все уже так просто, не переключишь прошивки.